Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ Время новостей. В студии прямого эфира Антон Хатиновский. Новосудоперевод осуществляет мой коллега Даурена Доросилов. В этом году в Алматинской области начнутся крупные дорожно-ремонтные работы на эти цели. Из бюджета выделены значительные средства. В частности, предстоит капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского значения в Жамбулском, Реймбекском и Кигенском районах. Об этом сообщил министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев, прибывший в регион со специальным визитом. Наш корреспондент Жандос Назарбаев расскажет подробнее. Министр транспорта страны Марат Карабаев в рамках встречи с жителями Алматинской области рассказал о проделанной ведомством работе в прошлом году. Как стало известно, на территории региона появятся новые автодорожные направления. Кроме того, решен вопрос приобретения земельных участков и обновления автобусных парков. Наряду с этим в Алматинскую область закуплено 40 новых автобусов. В свою очередь, представители региональных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, озвучили проблемы развития отрасли и обратились к главе министерства с просьбой о введении для областных автобусных парков облегченных условий программы обновления техники, снижение требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D. «Мы надеемся, что в первом полугодии пройдём мажелис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение. Возраст снижается до 23 лет, а требования по наличию стажа для категории D1 – с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали, что 2014 года на категорию D на протяжении 3 лет училось около 84 тысяч человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тысяч. Это катастрофически мало. Когда мы показали эти цифры, спикеры мажелиса парламента нас поняли и готовы поддержать». Жители региона также озвучили вопросы по ремонту и реконструкции дорог областного и районного значения, их содержания, а также в целом о деятельности дорожных служб. Кроме того, граждане обратились с требованием о расширении ряда областных дорог в следующих направлениях, как Байсерке-Отиген-Батыр, Житыген-Алматы и Верхняя Толгарская трасса. По словам жителей, наблюдается большая нагрузка на эти автомобильные пути, а постоянные пробки создают неудобства для водителей. «Расширить дороги можно, но для этого необходимы огромные средства для выкупа объектов бизнеса, жилых домов, расположенных вдоль них. А это дополнительная нагрузка на местный бюджет. Капитальная реконструкция требует на километр до одного миллиарда тенге. А если сюда включить ещё и выкуп участков и других соцобъектов, то сумма выходит совершенно неподъёмная для бюджета». Кроме того, жители региона рассказали столичному гостю о проблеме ненадлежащего состояния дорог и недобросовестного их содержания по чистоте. И в качестве подтверждения отметили, что по основным трассам села Озунага Жамбулского района ежедневно в нескольких направлениях курсирует множество автотранспортных средств, в том числе и тяжёлые большегрузы, также являющиеся причиной загрязнения дорог. Однако, по словам граждан, местный муниципалитет ничего не делает для решения этой проблемы. В свою очередь, министр подтвердил наличие подобного негативного факта и отметил нехватку технических ресурсов. Он также рассказал, что дефицит спецтехники является проблемным вопросом не только Алматинской области, но и всей республики. В стране не хватает более тысячи единиц техники, необходимой для наведения и поддержания чистоты и порядка на магистралях. «Несмотря на дефицит спецтехники для уборки и очистки дорог, в ваш регион выделено порядка 18 единиц техники. Руководству региона необходимо взять на контроль деятельность специалистов, ответственных за организацию работ по очистке и уборке. Так нельзя. Нужно уметь рационально распределять имеющиеся на сегодня технические ресурсы. В скором времени проблема найдёт своё решение. Мы над этим работаем». Ещё один вопрос, озвученный в ходе встречи, коснулся одного из самых отдалённых местностей Алматинской области – Раимбекского района, жители которого обратили внимание министра транспорта на автомобильный мост по реке Баенкол. Объект был построен ещё в советское время, и на нём никогда не проводились ремонтные работы. По причине ветхости и небезопасного состояния моста, жители вынуждены перегонять скот на пастбище через реку, что вызывает риски и опасность не только для людей, но и животных. В целях безопасности жители Наренкола попросили построить отдельную дорогу для перегона скота. «В текущем году на ремонт дорог Раимбекского района предусмотрено свыше 85 миллиардов тенге, и совсем скоро вопрос найдёт своё решение. Хочу отметить, что жители края не должны оставаться в стороне. Необходимо проследить за качеством проведённых подрядными компаниями строительных работ». Также представители сферы грузовых автоперевозок предложили обсудить усиление контроля за перевесом грузовых автомобилей и несправедливую систему выдачи иностранных бланков разрешений для осуществления международных грузоперевозок. Марат Карабаев отметил, что решение данного вопроса – одна из первоочередных задач ведомства, специалисты которого намерены устранить принцип приоритетности, чтобы бланки могли получать все, у кого есть конкретные грузы. При этом справки станут именными, чтобы предупредить коррупционные риски и предотвратить их перепродажу. «Отдельные лица, которые давно окопались на теневом рынке, не согласны с этим и организовали информационное давление на министерство. Но мы доведем начатое до конца, потому что должен быть порядок. Доступ к планкам должен быть равным для всех – и для мелких, и для средних, и для крупных компаний». В Карасайском районе прошла областная конференция учителей под названием «Педагогическая симфония». На совещании были подняты актуальные вопросы в сфере образования. Обсуждались такие проблемы, как потеря мотивации ребенка к занятиям, буллинг, халатное отношение родителей в воспитательном процессе детей. Подробнее о вопросах, озвученных на мероприятии, расскажет наш корреспондент. В конференции приняли участие квалифицированные педагоги со всех районов области. Темы обсуждения участниками встречи весьма актуальны и обширны. Как известно, задача учителя – не только обучать, но и воспитывать ребенка. Чтобы вырастить сознательное поколение, нужно развивать детское осознание и ум учеников. Но есть такие дети, которые не только не посещают занятия, но при этом не хотят ходить в школу. Путями решения этой проблемы поделились опытные педагоги. Преподаватели отмечают, что необходимо постоянно обращать внимание на психотип учащегося, на его психологическое состояние, ситуацию в семье, а также взаимоотношения ребенка с родителями и с верстниками. Наша конференция «Педагогическая симфония» мы собрали для того, чтобы понять и принять то, что в этой симфонии, каждый участник этой симфонии – очень важная нота. Мы сегодня будем говорить о том, почему много учеников пропускают в школу, почему они не хотят учиться. Потом мы будем говорить о детях, которые инклюзивные дети, как к ним найти подход. На одной площадке мы будем обсуждать, что такое национальный код и декод, как работать с национальным кодом. И только сообща, обсуждая, договариваясь, можно прийти к какому-то единому мнению, единому решению, которое устроит всех участников образовательного процесса нашей педагогической симфонии, нашей педагогической оркестра. В целом вопрос устранения неравенства уровня образования в городских и сельских школах, улучшить оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием в населенных пунктах – все это президент озвучил в своем послании. Вместе с тем реализуются и применяются на практике такие инновационные проекты, как «Менторскул» и «Школьный парламент». В рамках проекта специалисты-психологи, имеющие высшую ученую степень, обучили 20 учеников старших классов. Те, кто прошел этот образовательный курс, участвуют в урегулировании конфликтов между сверстниками. Благодаря этой деятельности показатель кибербуллинга заметно снизился. «Нам нужно улучшить работу в отношении психологического сопровождения школьников. Эту деятельность мы пытаемся осуществить уже с детского сада. Поскольку работа в этом направлении уже ведется, думаю, что у нас есть все шансы, что наши дети смогут учиться в безопасной среде». Информационные технологии достаточно развиты. Появился искусственный интеллект. Время показывает, что в будущем он, скорее всего, начнет использоваться во всех сферах жизни общества. Современные школьники, очевидно, в скором времени будут весьма тесно работать с искусственным разумом. Чтобы быть готовым к этому, нужно совершенствовать знания уже сейчас. Поэтому педагогические методики меняются в соответствии с требованиями времени, отмечают участники совещания. Педагоги города Алматы приступили к профилактическим мероприятиям по вопросам буллинга среди подростков. В связи с чем коллектив школы номер 187 организовал семинар-тренинг с участием специалистов сферы образования города Алматы, основная цель которого – это поиск пути решения актуальной проблемы в обществе. Отметим, что в результате исследований, проведенных за последние 10 лет, стало известно, что в Казахстане 65% детей старше 14 лет ежедневно подвергаются травле со стороны одноклассников. Чтобы искоренить эту проблему, педагоги обменялись опытом по профилактике преследований среди школьников. Всего в мероприятии приняли участие около 300 педагогов и психологов из 8 районов города Алматы. В этом тренинге принимают участие психологи и заместители директоров по воспитательной работе. Проблема буллинга среди подростков поднимается во многих школах нашей страны. И чтобы помочь, так скажем, посодействовать в решении этого вопроса, мы и организовали этот тренинг. Такая напасть, как буллинг, очень мешает воспитанию детей, а потому в Министерстве просвещения создан проект по предупреждению. Это антисоциальное явление среди детей под названием ДОСБУВА. Каждый гражданин, который беспокоится за будущее детей, за будущее своего государства, не должен игнорировать подобные проблемы, как буллинг. Это должно пресекаться с взрослыми. Нужно давать хорошее воспитание детям. Мы благодарим вас всех на такую тематику в Толгарском районе. Состоялось праздничное мероприятие, организованное Алма-Атинским областным общественным объединением инвалидов «Самга-Н» и Толгарским районным отделом внутренней политики. Напомним, акция приурочена ко Дню Благодарности. В традиционном ежегодном мероприятии участвовали услугополучатели из Дома инвалидов и пожилые граждане района. Около 80 гостей насладились яркой концертной программой, подготовленной творческой молодежью. Также в рамках добрых казахских традиций их угостили национальными блюдами. Данное мероприятие стало настоящим праздником, который открывает череду весенних торжеств для людей с особыми потребностями и гостей преклонного возраста. Всю зиму пожилые люди в основном не выходят из своих домов. Чтобы порадовать наших гостей, мы организовали концертную программу «Накрыли застархан», чтобы создать ощущение этого доброго праздника. Я считаю, что мы обязаны уважать наших стариков, а также людей с инвалидностью и дарить им заботу и внимание. Желаю организаторам, ребятам, которые устраивают такие замечательные концерты, здоровье и счастье. В этот теплый весенний день хочу пожелать всем мира. Пусть в Казахстане будет благополучие. В Алматы сегодня в полдень произошло землетрясение. В МЧС Республики Казахстан отметили, что магнитуда подземных толчков в городе составила 5 баллов. Также в южном мегаполисе прозвучали звуки сирены. Из-за опасений повторения землетрясения сейсмологи призвали жителей Алматы оставаться в специальных пунктах до 16 часов дня. Толчки могут повторяться, однако меньшей магнитудой отметили эксперты. Сотрудники МЧС просят граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. После землетрясения, произошедшего сегодня в Алматинской области, создан штаб по чрезвычайным ситуациям. К счастью, обошлось без жертв. Сейсмологическая станция Алматинской области зарегистрировала землетрясение на расстоянии в 31 километр к югу от города Алматы. На брифинге с участием представителей ДЧС специалисты сообщили, что силы областного гарнизона полностью готовы к чрезвычайной ситуации, в том числе средства связи и системы оповещения. Наряду с этим, с региональными бизнес-сообществами заключили меморандумы по обеспечению граждан горячим питанием в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На данный момент оперативный штаб продолжает свою работу. Сегодня во время землетрясения сила подземных толчков в Алматинской области, в частности в Толгарском районе, составила 4,8 балла, в Ильинском 4,6 балла и в Карасайском 4,4 балла. На номера 112 и 101 никаких сообщений о разрушениях и о пострадавших людях не поступало. Земные толчки ощутили не только жители Алматинского региона, но и области ЖТСУ. О сейсмообстановке в регионе, а также об угрозах повторных афтершоков узнавал наш корреспондент. Жители южного мегаполиса вновь ощутили подземные толчки. На этот раз, по словам специалистов, зафиксировано землетрясение магнитудой в 5 баллов. Горожане беспокоены сейсмической ситуацией и опасаются повтора новых толчков. Следует отметить, что это уже второе сильное землетрясение в Алматы с начала года. Первое произошло 23 января. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от мегаполиса на территории Кыргызстана. Однако на этот раз сразу же в городе сработали тревожные сигналы. Сразу после землетрясения в Алматы запустили работу приемных пунктов. Студенты университетов, школьники и дети в детских садах были в срочном порядке отпущены по домам. «Уважаемые жители и гости города Алматы, в 11 часов 22 минуты произошло землетрясение. Авторшоки возможны, но уже с меньшей силой и ощутимостью. На данный момент заседает комиссия по оценке сейсмической ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и находиться в местах сбора населения предварительно до 16.00. Результаты заключения комиссии будут доведены дополнительно». Как выяснилось, в мире существует пять наиболее сейсмически опасных зон. Это Индонезия, Япония, Чили, несколько островов и город Алматы. Независимый эксперт Мэлс Элиусизов, который более 25 лет поднимает тему землетрясений и в целом состояние экологии, утверждает, что это большая проблема для Казахстана. «Алмата уже нет безопасности. Это очень опасный город, и он и в истории такой живет. По возможности надо рядом с домом всегда ставить юрту, нашу казахскую юрту. Это самое безопасное жилье. В любое время года оно спасет жизни и людям, и эстетически красивые вещи. Вот такие предложения в отношении. Вот людям надо задуматься. Я тогда говорил, что будет еще и еще возможно». По словам Мэлса Элиусизова, чтобы сохранить свою жизнь во время подземных толчков, вместо тревожного чемоданчика, о котором сейчас везде говорят, необходимо создать специальные модули в форме шкафа. Этот метод не требует никаких средств, но с его помощью можно прожить 5-6 дней под завалами в случае катастрофы. «Мы предложили построить, ну, каждый человек по своим возможностям, без государства, конечно, не обойтись, она не должна здесь снизить цену на металл. Это модули такие. Это как шкаф. Он как шкаф вот такой вот ширины, но там у них лежат, кто построит себе, это вот чемодан, который, говорят, таскать с собой. А там он будет лежать с документами, с ценностями. Значит, там должны быть продукты дней на пять, потому что раньше никто не придет на помощь. Это должна быть и воды столько же, одежда. И вот в случае землетрясения он должен быстро заскочить. Вот между первой волной и сейсмической волной, где-то 5-10 секунд. Землетрясение почувствовали и жители Алма-Атинской области. Здесь зафиксирован четырехбальный толчок. Пострадавших нет. Ситуация стабильная. Эпицентр Алматы. Силы и средства гарнизона области приведены в повышенную готовность и готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации. Приведены в готовность средства связи. Проверена система оповещения. Развернута КШМ. С территориальными отделами предпринимательства. Заключены меморандумы по обеспечению продуктами и горячим питанием, а также к ГСМ на случай возникновения ЧАЭС. Подготовлено 173 приёмно-эвакуационных пунктов на базах школ и детских садов. Приведены в готовность 16 обогревательных автономных пушек. Напомним, разрушительное землетрясение мощностью в 10 баллов в Алматы впервые было зарегистрировано в 1887 году. Тогда полностью были разрушены 1798 домов. В результате стихийного бедствия погибли 332 человека. Подавляющее большинство из них – дети. В некоторых источниках это землетрясение записано как Вернинская катастрофа. Второе разрушительное землетрясение мощностью в 9 баллов в Алматы произошло 22 декабря 1910 года. В результате погибли 44 человека. Из-за силы подземных толчков им удали название Кеменская. Жан-Дох Назарбаев, Айел Ванжурсунгаза, Бегжан Кенжибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. Поющие бабушки из Актубе покорили сердца слушателей. Рабочий погиб на одном из предприятий ВКО. Подробности в нашем сегодняшнем обзоре республиканских новостей. Начало недели обернулось для жителей южного мегаполиса настоящим стрессом. Алматинцы почувствовали сильное землетрясение, а в городе зазвучали сирены. Эпицентр подземных толчков расположен почти в 30 километрах на юге от Алматы. Ощутимость колебаний составила 5 баллов по шкале Рихтера. Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы. Ансамбль настоящих леди, убеленных сединами, зерея покоряет сердца земляков в октябре не первый год. А недавно музыкальный коллектив получил звание народного. Домилижа Насаева 40 лет преподавала музыку школьникам и студентам. Выйдя на пенсию, женщина продолжила любимое дело. А когда ей предложили создать ансамбль, с радостью согласилась. В музыкальном коллективе 9 человек. Самой младшей из участниц 67 лет. Старшей исполнилось 76. Всех их объединяет любовь к народной музыке. В репертуаре ансамбля в настоящее время 40 песен. Несчастный случай произошел на горнорудном предприятии в селе Моралды. Погиб крановщик. По предварительным данным, после поломки на кране рабочий попросил водителя бульдозера взять технику на буксир. Но из-за несоблюдения мер безопасности механизм пошел юзом и придавил крановщика. От полученных травм мужчина скончался. На место происшествия выехал государственный инспектор труда. На предприятии проведут внеплановую проверку по соблюдению норм трудового законодательства. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. Власти Исландии эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана. В Казани завершились игры будущего. Это первый в истории турнир, в котором объединены виртуальный и физический спорт. При побеге тысяч заключенных на Гаите погибли 10 человек. Правительство Исландии эвакуирует жителей города Гриндавик. В метеорологической службе сообщили, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана на полуострове Рикьянос. Согласно информации, эвакуация прошла успешно. На место были направлены вертолеты для того, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности. Стоит отметить, что в первой декаде февраля вулканическая активность отмечалась рядом со столицей Исландии. Это было третье извержение на юге страны. Первые в истории игры будущего завершились в Казани. Церемония прошла в формате виджитал-вечеринки. Концерт и турнир объединили реальный виртуальный мир. В столицу Татарстана приехали более 2000 участников в возрасте от 12 до 62 лет, которые сформировали 294 игровые команды. Также на сцене выступили известные артисты, танцевальные коллективы. Использовалась и яркая компьютерная графика. Сообщается, что следующий турнир «Игр будущего» планируют провести в Казахстане в 2025 году. 10 человек погибли при массовом побеге заключенных из-за крупнейшей в Гаити тюрьмы. ЧП произошло на фоне того, что вооруженные группировки атаковали исправительное учреждение, выпустив несколько сотен находившихся там преступников. Согласно информации, в городе ввели чрезвычайное положение и установили комендантский час. Сымба Цанатова по материалам интернет-ресурсов. Укрепить дружеские и товарищеские отношения Именно с такой целью в Толгарском районе прошли соревнования по волейболу, в которых приняли участие почти два десятка команд региона. Чем закончились состязания и кто стал сильнейшим, узнаем из материалов нашего следующего сюжета. В соревнованиях, организованном фондом Хантенеры Крандара, приняли участие 18 команд. Спортивные состязания прошли в спортивном комплексе Алмалы Толгарского района. Отметим, в том, что игра проходит не в Раимбекском, а в Толгарском районе, есть свои причины, которые объяснил специально приглашенный гость, а также глава района Берег Десвимбаев. Соревнования проводятся в Толгарском районе, поскольку Раимбекский расположен очень далеко, в 350 километрах от города. А его участники – это труженики различных сфер. Пока они доберутся до Наранкола, у них уйдет один день. Это и стало причиной организовать соревнования здесь, чтобы всем участникам было удобно добираться до места. Отметим, что все спортсмены – уроженцы Раимбекского района. Это стало главным требованием к участникам соревнований. А цель турнира – привлечь граждан, проживающих на склонах Хантенере, вести здоровый образ жизни. Наряду с этим организаторы состязаний настроены на укрепление дружеских отношений между жителями этого района. В соревнованиях участвуют и молодежь, и люди старшего возраста. Есть и ветераны спорта. Если в волейболе участвуют шесть игроков, то двое из них – это молодые участники в возрасте от 18 до 35 лет. Ещё двое – в возрасте от 35 до 45 лет. Остальные – это ветераны старше 45 лет. Вот в таком составе собраны команды, которые играют как одна семья. «Для начала хочу поблагодарить организаторов Хантенере Храндаре. Это особое удовольствие играть с младшим поколением в команде. Я, например, играю в одной команде со своим сыном». Организаторы в целях стимулирования участников турнира также установили призовой фонд для победителей. Так, за первое место участников ждал денежный приз в размере 300 тысяч тенге. За второе место – 200 тысяч, а за третье – 100 тысяч тенге. Денежный сертификат был предусмотрен за четвертое призовое в размере 50 тысяч тенге. Также всем победителям были вручены медали.